Радиокнига памяти Бывшего коллегу, можно сказать Хочется расспросить, как вы Из сферы СМИ, интертеймента Перешли в нефтепродукты Получилось все случайно На телевидении, я был ведущим, редактором Так получилось, что Сейчас я работаю в компании движения автомасла И пришлось мне как-то с ними поработать Именно, будучи ведущим Я снимал программу про автомобили И колодство компании Позвало меня снять обзор Скажем так, магазина Чем занимается, чем там маслами Я в этом абсолютно ничего не понимал Ну, конечно, согласился Потому что нужно было ехать И снимать что-то для программы И так вышло, что Мы хорошо очень пообщались Такой очень легкий контакт нашли Друг с другом Но это было, наверное, года За три до того, как я пришел в компанию Вы присматривались друг к другу Это был случайный эпизод Приятный, да? Да, 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 все именно так было И спустя три года У меня была там своя история на телевидении Да, свой проект И в конце концов я пришел к тому, что я хочу что-то поменять Вот внутри себя к этому пришел И решил все бросить Поставить себя в максимально неудобное положение Бросить все, чем я занимаюсь И уйти просто в никуда И посмотреть, на что я способен И что смогу сделать сам, не имея ничего Была презентация нового сезона И я встретился как раз с Алексеем Ну, вот с руководителями компании движения «Автомозла» С Рустемом Хамзовичем И мы как-то хорошо поговорили Там такая неформальная обстановка Зашел разговор о том, что требуется специалист по рекламе Конечно же, задали сразу вопрос по моему образованию И по тому, чем занимаюсь И кто я такой Наверное, на тот момент удачно вышло Что образование у меня связано как раз с рекламой И они говорят «Приходи на собеседование» А для вас это не было шагом обратно туда же примерно Откуда вы сбежали? Схожая, да, наверное, тема Но я не занимался коммерцией У меня была редакционная всегда Работа связана с редакционной деятельностью Поэтому сфера новая И я выступал уже с другой стороны Я не снимал рекламу Либо ты журналист и что-то критикуешь Либо ты рекламщик и все хвалишь И продвигаешь Да, но тут опять я еще с другой стороны Я наоборот, это все Ко мне приходили, уговаривали снять рекламу Хотели убедить в том, что действительно наше издание Оно изменит деятельность вашей компании Поднимет продажи Я это все слушал с другой стороны И думал, что, ну, может быть, и я так отчасти когда-то выглядел Было интересно Ну и сейчас это интересно Сейчас у меня тоже работа с этим связана Вот таким образом И, ну, наверное, удачно прошел собеседование И с 2012 года Да, с 2012 года я работаю в компании движения «Автомасла» Где лучше? Ну, конкретно вам, наверное, потому что У журналистов часто, наверное, бывает вот такое Хочется бросить все Девочки хотят продавать цветы Молодые люди Не знаю, куда они там хотят Не могу сказать за всех Возможно, многие люди воспринимают, что деятельность журналиста Или ведущего, она такая мечта для многих Ходить встречаться с вице-президентами компаний Да, быть на экране телевизора Там какие-то узнают тебя на улице Но на самом деле Вот для меня лично это стало такой обычной жизнью И мне стало это, наоборот, немножко мешать, возможно Потому что я сам Несмотря на то, что публичная деятельность была Я сам по себе такой немножко замкнутый человек Ценю, скажем, свое личное пространство Я не скажу, что где-то хуже, где-то лучше Есть свои плюсы везде Но на данный момент Так как у меня нет даже мыслях куда-то уходить Скажем, что здесь мне очень хорошо И мне все нравится Я понимаю, чем я занимаюсь Мне кажется, что это то, чем я должен заниматься А вот реклама сейчас и продвижение Тоже входит в список ваших полномочий? Потому что мне тут прислали целый лист Здесь и переподготовка сотрудников И мерчендайзинг И вообще какие-то закупки Давайте я вам расскажу Изначально я пришел как, ну скажем, менеджер по рекламе Я занимался как раз контактами со СМИ Да, какой-то изготовлением сам Потому что мне тоже это было интересно Есть опыт в этом деле Изготавливал сам рекламу Размещал ее в различных источниках Так получилось, что по ходу моего движения В компании движения Закрепилась за мной эта деятельность То есть именно рекламная, либо какая-то еще связанная С различными там сувенирная продукция Да, печатная продукция Просто я в этом ориентировался лучше всех И поэтому это на мне Сейчас с изменением, скажем, немножко моей деятельности И с изменением названия должности Добавилось определенное количество тоже обязанностей Но и основные рекламные моменты Которые связаны именно с развитием компании Остались на мне Перераспределили какие-то мелочи Но такие базовые вещи Я пока что оставил на себе Но, возможно, придет время Когда в нашем штате появится новый специалист Вот за 8 лет, что прошли вы вместе с компанией Были кризисы финансовые, как минимум экономические Менялись какие-то технологии даже Потому что ведь это тоже очень сильно сказывается на организации работы Вот что можете вспомнить из самого сложного, интересного Пандемию, наверное, не берем пока что Я бы наоборот сказал До пандемии мы шли в одном векторе развития Сменялись люди, сменялись руководители Были различные взлеты и падения Но самый такой яркий момент и самый важный, наверное Как мы сейчас считаем Это те изменения, которым подтолкнула пандемия Это изменения в плане вашего отношения? То есть это какие-то вызовы, необходимость их решать? Или то, что вам пришлось предпринять И вы увидели, что это хорошо? Получилось так Мы вынашивали определенную идею Сейчас это все практически реализовано Поэтому можно к нам приехать и все это увидеть Я сейчас расскажу Вынашивали идею в районе года, наверное И просто не решались Ну она связана с такими глобальными перестроениями И не решались ее реализовать Пока не доведем окончательно до ума Но пандемия внесла свои коррективы Были ограничения по поводу контактов с людьми В самом начале, ну у нас так правильно, по-моему, структуры образующие И как так предприятие Не закрывали Нашу торговлю, да И нашу сферу, она не закрывалась Пришлось ограничить контакт с людьми Придумать какую-то систему И реализовать уже придуманную систему Проезда, выдачи товара Продажи самой товара Где-то отчасти бесконтактную Замена масла в любом случае связана с общением Но нужно было тоже придумать вариант Как это можно сделать Соблюдая все нормы и требования И когда закрыли торговые площади Мы закрыли наш магазин И мы все стеллажи, все масла Полностью освободили и оставили пустое пространство Мы начали, по сути, все с нуля Почему вы так сделали? Решили, что это будет отличным толчком Для нового этапа в нашем развитии Да, мы взяли весь, все наработки Весь опыт, который у нас был Все переварили Все продумали И решили, как будет лучше для нас И убрали полностью все Наняли дизайнеры Нам сделали дизайн нового магазина Теперь он выглядит не как стандартный магазин Автомасел Он выглядит как клуб Ну, мы, как имеется в виду, автоклуб Сделали центральную зону Где находятся кассиры и сотрудники Вокруг находятся тоже дизайнерские стеллажи То есть мы какие-то такие элементы гаража Может быть, такого, какого-то внесли Ну, то есть сейчас приятно там находиться И есть такие мелочи, на которые можно просто прийти посмотреть Они просто стеллажи с маслами Да, и поставили терминал пропуска в сервисный центр Это, если можно сравнить, как в известной сети быстрого питания Клиент, ему не нужно заходить в магазин для того, чтобы купить масло Для того, чтобы выписать пропуск на сервисный центр Он сейчас подъезжает к такому терминалу Нажимает кнопочку Оператор говорит, что здравствуйте Вы можете проезжать в сервисный центр на обслуживание И человек уже сразу проезжает Наверное, не очень понятно этом, да Для тех, кто там не ориентируется И не был у нас ни разу Но решили ориентироваться на лучших Мак-авто Так же точно Кстати, да Вам часто приходится, выбирая какие-то возможные решения Руководствоваться мыслью, что все лучшее уже придумано Не надо пытаться что-то там изобретать Лучше ориентироваться на практики существующие И от крупнейших, от ведущих Конечно, нужно перенимать опыт Да, но если его просто перенимать и транслировать на себя То, наверное, это не приведет к успеху и к удаче какой-то В любом случае нужно смотреть, как адаптировать именно к своей деятельности Но вот вы тем своим решением довольны сейчас? Да, мы очень довольны и наши клиенты отмечают, что это очень удобно Это вызывает, возможно, поначалу, да Когда вы первый раз только приезжаете Небольшие сложности, но мы тоже реализовали и решили проблему У нас есть, как в Сбербанке, человек, который провожает клиента Объясняет ему первый раз все Как нужно себя вести, какую кнопочку нажать, куда заехать И все, один раз этого достаточно Многие люди сразу ориентируются А есть люди, которые, допустим, в возрасте наших клиентов Которых мы с большим удовольствием прям за руку подводим И помогаем все это сделать Ну, получается, пандемия тоже, да Была и вызовом, и испытанием Но и тем, что принесло что-то полезное Я думаю, что вызов, испытание, это на второй план, наверное, уйдет Действительно, мы сделаем акцент на то, что она принесла максимум пользы Именно для развития компании Конечно, это неприятно, вся эта пандемия и все, что с ней связано Но именно с точки зрения развития компании Это послужило огромным толчком Когда вы это поняли? Началось все у нас где-то весной ранней Вот тогда мы и начали Как только закрыли магазин, буквально два дня мы в таком режиме пожили Мы не прекращали ходить на работу Ну, имеется в виду не все, а именно состав, который принимает решение Руководящий состав компании Мы обсуждали, как будем дальше жить И вот эти все идеи, которые мы вынашивали Решили, что самое время их реализовать А подготовка сотрудников тоже у вашей компетенции Чему приходится учить Вот те пункты, которые написаны Это то, что нужно контролировать Есть люди и есть сотрудники должности, которые должны заниматься каждым своим делом Соответственно, моя задача построить систему И как любят говорить управляющие нашей компании Нам нужен шоу-бизнес Они нашли нужного человека Вот это один из подходов Именно, ну, чтобы вы понимали К работе Нам нужен шоу-бизнес Мы не хотим просто продавать масло Не хотим просто менять Мы хотим, чтобы человек, наш любой клиент Когда он приехал к нам и уехал И чтобы на каждом этапе он говорил Вау, вау, вау Кстати, да, эмоции важны Это самое главное И чаще больше денег даже, да, не дороже Конечно, но здесь все У нас главные принципы Это чистота, профессионализм Если заехать к нам в сервисный центр Вроде кажется, сервисный центр Где меняют масло и обслуживают автомобили На самом деле мы боремся за чистоту Буквально вчера у нас была генеральная уборка И у нас без лукавства какого-то могу сказать Что я спокойно могу сесть на пол в любое время И я уверен, что я не запачкаюсь Мы боремся за чистоту Это наш основной принцип И мы рады, что клиенты стали это отмечать Если посмотреть отзывы То это один из первых пунктов Которые называют клиенты чисто Потому что любому человеку, наверное, приятно приехать И сломать стереотип Когда ты приехал в сервис, да, где обслуживают автомобили Но ты видишь чистоту, порядок Приятное отношение к себе Где ты можешь попить кофе Где ты можешь под хорошую музыку посидеть, отдохнуть Ну, мне кажется А вот, кстати, хотел вас спросить Пить кофе, да Некоторые сотовые операторы Привлекают кофе Потому что люди к ним не идут уже просто На сотовые телефоны На оплату там услуг Поэтому пусть будет еще и кофе Тогда там будет какой-то там Синергетический эффект Кофе у вас Это просто бонус? Или это тоже способ привлечь как-то людей? Это просто бонус Мы очень сильно боремся за нашу клиентскую базу Существующую И мы Как ходят тоже такие разговоры о том, что Ну, понятно, что весь этот кофе включен в стоимость Да, что там Да, а что нет? На самом деле Если посмотреть, наши цены Из-за каких-то дополнительных Да, таких моментов Как кофе, подарки Они не меняются Мы это делаем Вот только за свой счет Для того, чтобы клиенту было приятно И акцента большого мы на это не делаем То есть мы не объявляем о том Что, ребята, у нас кофе в подарок Приезжайте к нам Ну, то есть Наверное, это и не совсем правильно Да, для выбора какой-то компании По обслуживанию автомобиля Многие люди очень любят свой автомобиль И относятся как к члену семьи Да, и бесплатный кофе Вряд ли станет определяющим фактором Маленькие радости На самом деле Вовсе не маленькие В нашей жизни Ну да Людям приятно Мы это отмечаем Заканчивая программу Может быть Найдется у вас Вместо кофе Другая какая-то приятность Для сотрудников Для ваших подчиненных И коллег Пара добрых слов К сорокалетию движения Знаете Надо подумать Чтобы правильно сказать Первое, что сейчас пришло на ум И я люблю так говорить Не подготавливаясь Это гордость Она есть у меня Я горд за то, что я работаю в этой компании Я горд за тех людей С которыми я работаю в этой компании Которые поддерживают меня Которых, надеюсь, чувствуют мою поддержку И я уверен, что когда Такие отношения Когда люди гордятся друг другом Ну само по себе термин Гордость объясняет, мне кажется Очень многое И такие отношения Они как раз Позволяют идти В ногу И со временем И друг с другом И Я желаю всем Быть здоровыми Это сейчас, наверное, актуально И находить людей Таких Которые будут рядом с вами И которыми вы будете гордиться Будем больше ничего добавлять Это Павел Хабаров Руководитель розничной сети О движении автомасла Спасибо Спасибо вам Радиокнига памяти